Яркие краски, оригинальные техники и безграничный полет фантазии. В Тобольске стартовали бесплатные мастер-классы по живописи от московской студии рисования Draw&Go. Это уже четвертая встреча с табликами. Чем удивляют на этот раз, узнала Анастасия Терехова. Меловые карандаши, кисточки, мастихин и, конечно, творческий настрой. Все, что нужно для создания своего маленького шедевра. Я сегодня хочу дельфинов нарисовать. А почему ты такую картину получилась? Ну, она красивая. Краски такие красивые. Вот. Ну, просто нравятся цвета. Красивая картина в жанре интерьерной живописи получается и у маленьких, и у взрослых. Образец перед глазами, палитра в руках и помощь педагогов-художников. Мы самые, наверное, свои популярные техники привезли. И у нас есть день акварели, день пастели, день акрила такого, день акрила сякова. Для наших постоянных гостей мы уже разноображиваем программу каждый раз для того, чтобы им не было скучно, для того, чтобы они какие-то новые навыки приобретали, новые техники узнавали. Студия Draw&Go у таблика уже хорошо знакома. Четвертое лето подряд дарит настоящий праздник живописи. Потому и свободные места разлетаются буквально за минуты. 500 человек посетят 28 мастер-классов. Пошагово рисовать научат любого. У студии разработана специальная инструкция, которая поделится и с тобольскими педагогами в рамках интенсива. Остальным же просто дарят радость творчества. Пришла получить удовольствие пообщаться с новыми людьми, увидеть новые техники рисования какие-то интересные. Это разнообразит нашу жизнь вообще-то. И каждый человек может себя попробовать в каком-то творчестве. Дома покупать вот эти материалы сразу и пробовать по какому-то мастер-классу по видео – это сложно, это недешево. Хит нынешней программы Fluid Art помогает создавать необычные узоры на холсте с жидким акрилом. Новые способы самовыражения откроют табликам за 10 дней. Поддержка культуры и искусства – это одно из приоритетных направлений для нашей программы социальных инвестиций «Формулы хороших дел». А ключевой задачей этой программы является создание комфортной и качественной среды для того, чтобы люди хотели здесь жить, работать. Финалом интенсивной работы станет выставка в зале детской школы искусств. А картины победителей можно будет увидеть на баннерах и афишах города. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.